Друзья, начинаем наш ежедневный обзор рынка. Сегодня у нас 2 ноября, Чекверк. Сегодня мы обсудим итоги вчерашнего заседания Федерального резерва и отчеты, которые сейчас выходят как из рога изобилия. Их достаточно много и есть, в принципе, над чем подумать. А что касается заседания вчерашнего Федерального резерва и реакции рынка на него, можно сказать, в целом я этого и ожидал, поскольку, как многие считают, что когда у нас рынок находится в таком перепродном состоянии, обычно Павел ничего плохого не говорит. Но вчера в целом ничего хорошего он тоже не сказал. В его речи прозвучали такие вещи, как если они не поднимают ставку сейчас, то это не значит, что они не будут поднимать ее дальше. Опять поговорили higher for longer, заявили. Опять же заявили о том, что инфляция должна опуститься к 2%. Но также какие-то были позитивные вещи сказаны, такие как рост зарплат вроде бы снижается. И при таком снижении роста зарплат можно будет достигнуть уровня инфляции в 2%. Поэтому в целом рынок реагировал во время самого заседания нейтрально, будучи в плюсе. И после тестимонии Паула рынок пошел наверх, закрывшись вчера 1,6% в плюсе NASDAQ. Опять же другие индексы были слабее. Но опять же рост, скажем так, был в какой-то степени односторонним за счет акций Magnificent 7. Опять же вчера рост Microsoft, росла Meta, которые сейчас являются двумя такими самыми задающими тон компаниями. На первом месте опять же Microsoft, наверное на втором месте Meta. Туда же можно преподнести и такую компанию как Adobe, которая тоже растет в целом вместе с ними, хотя они тоже находятся близко к своему максимуму. Туда же можно отнести такую компанию как Nao, которая после отчета тоже очень неплохо растет. Ну и конечно Google, Amazon и прочее. Но что самое любопытное, что другие акции в это же самое время продолжают распродаваться. Если мы с вами посмотрим, например, ERKK, это у нас ETF, KTVU, то он вчера только в конце дня немножко подрос. А буквально вот за какой-то час до закрытия рынка мы видим, что он имел отрицательные значения. И в целом очень много компаний падало вчера, не только как бы компаний быстрорастущих, но и опять же компаний Солнечной Энергии, опять же SEDG. После того, как она сделала при анонс, на котором она упала, она сделала еще хуже, показала результат, который оказался хуже, чем при анонсе акции компании, которые стоили 345 долларов. Сейчас стоит 61 доллар, за ней же падает и NPH, как я говорю, и Sympathy, то есть потому что падает это, падает и та, ну и падает весь сектор Солнечной Энергии. А вместе с этим падают литиевые компании, которые в большей степени завязаны на спросе от производителей электромобилей. ЭЛБ – это один из главных игроков на этом рынке. Акции компании упали с 334 практически в три раза. И, соответственно, светлого пятна не видно, пока никакого света в конце туннеля не видно. И говорят, что заказы от производителей электромобилей вернутся только к 2025 году. Поэтому сами производители электромобилей, такие как Tesla и китайские, все производители находятся тоже не в самом лучшем состоянии сейчас. Вино этому страйк работников автопредприятий и слабая экономика. Поэтому непонятно, что, собственно говоря, происходит с зеленым биллом Байдена, который хотел перейти на чистую электроэнергию. Мы видим, что литий падает, а спрос на него снижается, на солнечную энергию, на ветряную энергию тоже снижается. Поэтому растет уголь и получается, что деньги просто были брошены в никуда. Поэтому это камень в огород Байдена. Поэтому ситуация достаточно сложная. В то же самое время мы видим ряд негативных квартальных отчетов, на которых акции просто рушатся. Вчера это был отчет от компании Estee Lauder, которая падает уже, по-моему, третий квартал к ряду. Упала вчера на 19%. Торгуется практически в три раза ниже, чем была на пике этого года. Опять же, продажи компании в большей степени зависят от Китая. 30% продаж в Китае. И в Китае, видимо, не так хорошо сейчас косметику Estee Lauder покупают. Также вчера очень сильное было падение у полупроводниковой компании Slab, которая упала вчера, в моменте падала, торговалась ниже 70 долларов. Но опять же, в течение дня поднялась. Это был один из моих колов в программе торговли на отчетах. Покупки этой акции, пробой 70 долларов. И в целом этот сигнал очень хорошо отработал. Из сегодняшних отчетов, или вернее, из отчетов, которые вышли вчера после закрытия, хочется отметить отчет PayPal, который был в целом дежурно плохим, по части того, что, в принципе, флэт номера и downside guidance, как это было обычно. Но реакция компании на этот отчет позитивная, в то время как все предыдущие разы она была негативная. Поэтому мы можем в PayPal увидеть нечто подобное, что мы видели в прошлом году после отчета компании Meta, которая где-то с 90 долларов поднялась до 300. Поэтому PayPal – это компания, на которую нужно сейчас обратить внимание. Ну, конечно, она в 10 раз не вырастет, там и в 5 раз не вырастет. Но какое-то движение наверх, наверное, она может сделать. Также из вчерашних новостей хочется отметить второй подряд хороший отчет от компании Roku, на котором акции растут 11 долларов или 18 процентов. И, возможно, будет продолжение этой позитивной реакции, по крайней мере, сегодня. Также стоит отметить неплохой, в целом, отчет от компании Qualcomm, которая из полупроводниковых компаний, одна из немногих, которая действительно дала хороший квартальный отчет, связанный с позитивными моментами с Android, связанный, поэтому акции Qualcomm плюс практически 4 процента после закрытия торгуются. Ну и в целом, ЕЦИ – такой дежурный, нейтральный, негативный отчет. ЕЦИ торгуется в минусе. Тоже компания, которая стоила когда-то очень дорого, сейчас выглядит очень слабо. Поэтому некоторые аналитики, сегодня прочитала статью, считают, что сейчас одно из самых благоприятных времен, чтобы покупать акции перепроданных компаний, поскольку лидершип Magnificent Seven, он явно такой очень очевидный, поскольку, ну, действительно, акции эти растут, все остальное падает. Поэтому мы хотим вот найти из этого всего остального наиболее интересные такие компании. В частности, вот я хочу вам предложить на рассмотрение компанию GNRC, которая после череды негативных отчетов вчера вот впервые вот за год или полу-полтора дала хороший квартальный отчет и может действительно теперь пойти наверх. Конечно, стоит обратить внимание на компании «Солнечная энергия» и «Литий», поскольку там тоже где-то батом когда-то наступит. Ну и в целом вот это у нас вот такая ситуация в рынке. И как мы видим, S&P вернулась у нас выше отметки 4200. Мы увидели, по сути, три подряд дня роста рынка. Мы увидели начало сильное ноября. По-прежнему у нас многие аналитики сводятся во мнении, что рынок увидит 4,5-4,6 в конце года. И в целом мы увидели тоже очень важный момент, что у нас остановился рост доходности по 10-летним облигациям. И если мы увидим, вчера TLT показал неплохой рост, это во что я рекомендую, в принципе, инвестировать. И хочу вам сказать, что от King Bond рынка сказал, что сейчас нужно покупать уже банды, что доходность больше расти не будет. А я понимаю, что этот человек в гадлах его фамилия, он знает, о чем он говорит. Поэтому TLT, а всяческие другие бандовые инструменты. Я, в частности, тоже покупаю TLT W, которая вот у нас буквально на днях выплатит дивиденд неплохой. Ну и, конечно, можно инвестий в Investment Grade Bonds покупать, High Yield Bonds покупать. И все, что связано с бандами, сейчас можно покупать. На такой позитивной ноте я хочу закончить свой сегодняшний обзор. Также хочу пригласить всех желающих принять участие в курсе торговли на квартальных отчетов, который стартовал у нас на этой неделе, который будет еще продолжаться как минимум две недели. Результаты могут быть хорошими, и они уже, в принципе, показаны. Ну, два дня это не очень показательно, но в целом результаты неплохие, прослеживается некоторая динамика. И в целом, пройдя со мной этот курс, вы заработаете достаточно денег, чтобы окупить его, поскольку он стоит смешные 125 долларов. И в целом многому научитесь. А с вами был Саймон Брагинский. Всем хорошего дня, до новых встреч и до свидания.